Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши потенциальные абитуриенты и наши потенциальные студенты, здравствуйте, родители, друзья и все, кто может каким-то образом повлиять на ваше решение. Меня зовут Игорь Владимирович Романов, и я декан факультета коммуникативного менеджмента Российского государственного социального университета. Чем мы занимаемся на нашем факультете? Ну, для начала все просто, да? Мы готовим две основные специальности. Первая специальность – это журналистика, вторая специальность – это реклама и связи с общественностью. Давайте немножко поговорим о том, почему вы можете учиться у нас, почему вам стоит учиться у нас, и почему, если вы будете учиться у нас, то вас ждет вполне прекрасное будущее. Как минимум, есть пять причин, и первая из этих причин – это то, что мы очень молодой факультет. Почему это хорошо? Потому что у нас была возможность не просто идти по проторенной дорожке, читать те курсы, которые уже читают имеющиеся долгие годы преподаватели, а создать некую программу, которая ориентирована не только на прошлое и не только на настоящее, но и прежде всего на будущее. Мы называем эту программу «5+.» Почему «5+,»? Потому что мы ориентируем в своих дисциплинах на то время, когда через 4 года вы закончите свое образование, и в течение года вы сможете устроиться в этой профессии так, чтобы ни о чем не жалеть. Эта программа в своем роде уникальная. То, что ее отличает, это прежде всего набор дисциплин, которых вы, скорее всего, не увидите ни в каком подобном вузе. Ну, например, вряд ли вы где-нибудь увидите дисциплину, которая называется «Психотехнология коммуникативного менеджмента». Это дисциплина, которая, с одной стороны, дает вам представление о психологии вашей потенциальной целевой аудитории, о психологии воздействия, а с другой стороны, о массу навыков, связанных с публичным выступлением, с переговорами, с блокировкой всевозможных воздействий на вас и так далее, и так далее, и так далее. И все это делается таким образом, чтобы вы могли быть максимально коммуникативно-компетентными, а это, как мы понимаем, полезно в любой профессии. Второй пример – это профессиональные творческие мастерские. Если вы посмотрите учебные планы самых разных факультетов, то вряд ли вы увидите в учебном плане на первом курсе, в первом семестре, возможность писать тексты, снимать телевизионные ролики, записывать подкасты, и еще делать массу всевозможных вещей, которые помогут вам через некоторое время стать профессионалом, но начинается это у нас очень быстро. И если в первом семестре – это пока еще просто возможность попробовать свои силы, во втором семестре – это уже такая полноценная работа внутренних редакций, то в третьем семестре, то есть уже в начале второго курса, у вас есть замечательная возможность снять чудесный документальный фильм и показать этот документальный фильм людям. То есть к середине примерно второго курса вы уже становитесь опытными копирайтерами, опытными тележурналистами, опытными монтажерами и опытными операторами. И это на самом деле достаточно важно. Позже появляются совершенно профессиональные уже дисциплины, которые называются очень по-разному. Это и контент менеджмент, это и СММ, это и работа с визуальными редакторами, это и стратегический маркетинг, и огромное количество высокопрофессиональных дисциплин, с помощью которых вы реально сможете занять весьма конкурентную позицию на сегодняшнем рынке специалистов. Итак, вторая причина, почему вам, наверное, будет интересно учиться у нас – это совершенно уникальные технологии преподавания, современные технологии преподавания, ну, например, геймификация. Геймификация – это обучение в игре. Это возможность не просто сидеть в аудитории и слушать скучные лекции, потому что уже сейчас, например, наши первокурсники разделились на полтора десятка редакций. Каждая из этих редакций создает свои собственные материалы. Они размещаются на тех ресурсах, которые созданы этими самыми редакциями, и они уже находятся в серьезном состоянии соревнования. И соревнуясь между собой, создавая тексты, создавая видео, создавая аудиоподкасты, ребята имеют возможность попробовать все то, что часто во время обучения люди пробуют уже где-то, ну, не раньше, там, третьего-четвертого курса. И это на самом деле очень классно, это очень классно для них, это классно для нас, потому что эта игра затягивает не только студентов, но и преподавателей, мастеров, которые руководят этими мастерскими, этими редакциями. Третья причина, почему вам стоит поступить на наш факультет, это связь с лучшими медиа нашей страны. Вот, посмотрите на этого человека. Это Николай Николаевич Терещенко, советник генерального директора холдинга «Аргументы и факты». А мы знаем, что холдинг «Аргументы и факты» – это на сегодняшний день самая тиражная пресса в нашей стране. Николай Николаевич – сотрудник нашего факультета, он руководит центром, который обучает вас коммерческой журналистике. А это Роман Владимирович Карманов, первый заместитель генерального директора холдинга «Комсомольская правда». Ну, я думаю, что «Комсомольскую правду» представлять не надо. И Роман Владимирович – еще один сотрудник нашего факультета, который руководит лабораторией современных медиа. И, собственно говоря, ребята, которые сейчас снимают этот ролик, это его сотрудники, с которыми они взаимодействуют, мне кажется, с большим удовольствием. А вот еще один человек – это Алексей Владимирович Сафронов, генеральный директор компании «Орто-Медиа». «Орто-Медиа», если вы сейчас погуглите, это топ-5 рекламных и пиар-компаний в нашей стране. И он тоже является сотрудником нашего университета, нашего факультета, и руководит здесь, собственно говоря, центром, который занимается рекламной продукцией. Итак, четвертая причина, почему имеет смысл учиться у нас – это высокая практическая ориентированность того, что у нас происходит. Но если вы сейчас посмотрите на структуру университета, на сайте РГСУ, вы не найдете там ни взрослой пиар-службы, ни взрослой рекламной службы, ни взрослой пресс-службы. Все то, что необходимо делать с информационной точки зрения, делают наши студенты. Именно они снимают все мероприятия, которые происходят, именно они обеспечивают пресс-конференции, именно они создают рекламные ролики для университета и еще много-много всего другого. Попадая на наш факультет, прямо с 1 сентября вы имеете возможность работать в факультетских структурах, которые снимают, пишут, монтируют. У нас существует своя собственная внутренняя редакция, которая обеспечивает все наши факультетские медиа. У нас существует видеогруппа, которая обеспечивает все то, что находится на университетском ютюбе. У нас существует маркетинговая группа, которая занимается СММ-продвижением. Собственно говоря, все вот эти лаборатории, центры, про которые я уже говорил, это возможность для вас с первого курса уже держаться за камерой, уже монтировать в профессиональных программах, уже формировать отношение ко всему вузу с помощью СММ-технологий и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, приходя к нам, вы первое, куда вы попадаете, это навстречу с нашими структурами. Вам ребята расскажут о том, что там происходит. И welcome – это прекрасная возможность почувствовать себя практически ориентированным специалистом. И, наконец, последняя, пятая причина, почему имеется мысль учиться на нашем факультете. Эта причина связана с тем, что наши студенты ни в коем случае не остаются в стенах университета, в стенах факультета. Они взаимодействуют с самыми разными внешними организациями. Они участвуют в огромном количестве конкурсов. Ну, начиная с того, что, собственно, первые наши студенты начинали с того, что получили приз, который называется «Хрустальная стрела», и заканчивая тем, что в прошлом учебном году наш факультет стал факультетом года по рейтингу очень известной пиар-компании ИПРА, самой старейшей европейской пиар-компании, чем мы сейчас, в общем-то, заслуженно гордимся. Я не сказал о многих других возможностях. Я не сказал о том, что каждый год кто-то из наших студентов ездит за рубеж на стажировки. Я не сказал о том, что наши студенты побеждают на куче внутренних мероприятий, студенческих мероприятий. Я не сказал, что наши студенты, если желают, участвуют в самых интересных волонтерских программах. И еще, ну, собственно, я почти ничего не сказал. Но я очень надеюсь, что все, что вы хотите услышать, вы услышите в это воскресенье на дне открытых дверей, которое будет у нас на Вильгеме Пика 4. И у вас есть возможность прийти сюда очно, с одной стороны, с другой стороны, подключиться к трансляции и посмотреть все то, о чем будут рассказывать на этом замечательном дне. До встречи, друзья. А сейчас посмотрите немножко наших открытых лекций, совсем коротких, для того, чтобы вы понимали, что за преподаватели и о чем рассказывают на наших занятиях. До встречи. Как так получилось, что ты все еще не зарегистрировался в личном кабинете битуринтера ГСУ? Скорее переходи по ссылке, регистрируйся и встань на еще один шаг ближе к нам. Добрый день. И мы продолжаем наши интересные мини-лекции. Итак, как написать текст, который точно дочитают до конца? Прям вот до самого, что ни на есть конца. Данная лекция, хотя, собственно говоря, почему данная? Данная кем? Убираем эти слова. В первую очередь, проверьте свой текст на слова-паразиты, которые ничего не обозначают на самом-то деле. К этим словам относятся в том числе слова данный, слова типа «Скорее всего», «Как бы», «Кстати». Вот эти все слова просто будем вычищать. Убираем эти слова. Потому что что-то данное может быть только Богом и свыше. Все остальное просто существует вокруг вас. Постарайтесь заменить это. Второе. Убираем слова, которые не несут никакого смысла. Например, слово «титанический». «Титанические усилия», «титанический труд». «Титанический» — это как? Вы почистили от снега площадку, полочистили площадку вот такую, вот такую, еще больше, чтобы в камеру не поместилось, или как? «Титанический» не несет никакого образного смысла. Вычищаем свой текст от всех слов, которые пустые с точки зрения смысла, потому что смысл превыше в данном случае всего. Вы же хотите, чтобы ваш текст все-таки дочитали до конца. Поэтому начинайте все-таки говорить про смысл. Итак, убираем слова-паразиты, убираем слова, которые не несут никакого смысла, и, как правило, два с половиной, убираем вводные слова. Очень часто эти слова мы используем для того, чтобы добавить тексту объема. Просто попробуйте убрать эти слова. Изменится ли смысл? Если нет, тогда у вас все получилось, однако вы делаете успехи. Слово «однако» в данном случае можно было как раз вычеркнуть. Итак, дальше идем. Подумайте все-таки над тем, для кого вы пишете. Иногда советуют, когда пишешь текст, поставить перед собой фотографию того человека, для которого ты пишешь этот текст. Сложно, конечно, сделать собирательный портрет, например, жителя Москвы возраста 14 лет, который сидит в Инстаграме. Это получится очень странный портрет. Но все равно попробуйте писать для конкретного человека, не вообще кому-то там. Представим себе, что вы рассказываете своим друзьям о поездке. Вам она так понравилась. Так напишите путевой очерк, как будто вы рассказываете своим друзьям. Представьте именно эту аудиторию. И вы сразу поймете, что им будет интересно. Будет ли им интересно знать, сколько все-таки стоил билет в этот автобус? А может быть, да, а может быть, нет. Почему вы решили, что фраза «а потом я купила себе кофе за 100 рублей» будет полезна для этого текста? Может быть, эта фраза тоже ничего не несет. Потому что это для вас это важно, а для вашей аудитории думайте о своем читателе. Пробуйте представить свою аудиторию и работать именно для нее. Следующий момент. Четвертое правило. Ни один человек не будет продираться через дебри. Никогда. Если ваш текст начинается очень заумно, примерно как инструкция к фотоаппарату, признайтесь честно, кто хотя бы раз в жизни читал инструкцию к фотоаппарату? Я читал инструкцию ко всему, что я устанавливала? Да. Но текст, написанный в формате инструкции, очень тяжелый. Нужно продираться через смыслы. Если вы не профессионал и читаете это не потому, что вам это действительно нужно, никто это не будет читать. Поэтому пишите текст так, чтобы было понятно, о чем это написано. Не просто, что в связи с чем-то у нас будет следовать вот это. Объясните человеку понятным языком. Попробуйте это пересказать, как будто вы действительно рассказываете это своим друзьям. Пишите именно понятно. В упрощении нет ничего простого. Текст, написанный понятным языком, на самом деле сделать гораздо сложнее. Ведь проще написать документ. В связи со всем вышесказанным предлагаю ниже следующее. Не надо так. Эти канцеляриты бюрократизмы убираю. Это другой текст. Это не тот текст, который должны прочитать. Этот текст открыли, подумали, ой, все, я не буду это читать. Закрыли, выкинули, а там была важная информация. И вот она как раз не дойдет до вашего читателя. Еще одно правило. Если у вас есть дома домашние животные, типа котики, хомячки, крысы или родители, обязательно прочитайте им свой текст. Попробуйте прочитать этот текст. Нет, не в плане того, что мы будем дрессировать котика на какое-нибудь конкретное слово или крысу, например, на реакцию на шипящие звуки. Нет, упаси боже. Этим занимаются отдельные профессии, а не журналисты и копирайтеры. Нет, текст, который вы слышите, читайте вслух. Текст, который вы слышите, вы тут же понимаете его благозвучность. Иногда ты видишь ошибки в тексте, потому что ты читаешь, и тебе не нравится, как это звучит. Что не так с этим текстом? Иногда заметнее именно на слух. Поэтому выберите себе жертву, посадите ее перед собой и прочитайте этому существу текст вслух. Нет никакого существа рядом? Ну, представьте и прочитайте вслух. Что сразу можно подредактировать? Вы сразу увидите, что у вас не стыкуются отдельные слова и словосочетания. Вы увидите, что у вас есть неблагозвучный текст. Ведь потом, когда ваш текст будет читать ваша аудитория, ну, признайтесь, вы же произносите слова внутри головы, когда читаете даже посты в Инстаграме. Поэтому пробуем читать текст вслух и редактировать. И последнее. У каждого текста должна быть структура. Структура текста – это как перетяжки у гусеницы. Гусеницы красивые, когда она такая вот, кругленькая. У каждого текста должны быть эти перетяжки в виде абзацев. Обязательно отбивайте любой текст абзацами. Текст, написанный сплошняком, не читается. Ты опять же открываешь этот текст, думаешь, как много букв, и это всего-навсего один абзац. Я не буду такой текст читать. Я его пролистаю. Я лучше прочитаю текст, где в пяти предложениях выражен смысл, и он отделен абзацом. Дальше следующий абзац. Следующий абзац. Если ваша социальная сеть не поддерживает нормальное форматирование, ну, как, например, Инстаграм, да, ставьте пустую строку. Отделяйте визуально смысловые куски. Абзац – это одна мысль, выраженная автором, за которой следует следующее, следующее и так далее, как гусеничка. Но если вам не нравятся гусеницы, представьте себе, что вы нанизываете смыслы, как бусины на нитку. И вот у вас каждый смысл должен быть отдельной бусинкой, отдельным абзацом. И тогда ваш текст станет понятным, тогда ваш текст будут читать. Конечно же, если вы пишете текст вообще для социальных сетей, то каждый абзац можно отмечать отдельной пиктограммой. Тоже сразу настраиваем на определенное настроение человека, который читает ваш текст. Если вы будете следовать этим простым правилам, я думаю, что ваши тексты начнут читать. И вы, возможно, станете хорошим копирайтером, журналистом. А если хотите узнать подробнее, поступайте к нам. Мы расскажем вам много всего интересного. И не только про тексты. Добрый день. Реклама – это, мне кажется, самая главная социальная сила, которая действует сегодня. Какие есть другие социальные силы? Вот, например, власть. Ну, вот, например, органы внутренних дел, как представители власти. Но разве полиция и ОМОН говорят нам, что нам носить, что нам слушать? Разве полиция и ОМОН или президент нашей страны, или президенты других стран определяют, какой длины должны быть юбки, например, в этом сезоне? Что носить в этом сезоне, а что не носить? Соответственно, какие бренды лучше, чем другие бренды? Нет. Понимаете, по сути политики, по сути власти, они ничто перед рекламой. Реклама – это та вещь, которая проникает буквально в каждую точку, в каждую пору нашего с вами общего социального организма. Вы слушаете, смотрите меня. На самом деле, стоит вам взгляд отвести налево или направо, вы уплетесь в какой-нибудь рекламный продукт. Если вы смотрите меня на смартфоне, вы должны понимать, что смартфон просто набит, просто доверху заполнен этой самой рекламой. Иногда мы не называем рекламой то, что ей является. В бюджет любого голливудского фильма от одной трети до половины как раз закладываются деньги на рекламу. И вот когда вы смотрите какие-нибудь трейлеры в кинотеатрах, когда вы читаете в социальных сетях или в блогах о том, какой хороший фильм, о том, как здорово, как интересно играют в нем актеры, знайте, это не просто так. Это реклама. Нет абсолютно никаких проблем, чтобы стать рекламистом. Чтобы стать хорошим рекламистом – это другое дело. Трудно, конечно, стать хорошим профессионалом, но трудно стать профессионалом и в любом деле. А для того, чтобы стать профессионалом в рекламе, надо многое уметь, многое знать, надо хорошо учиться и учиться в правильном месте, между прочим. Но мы к этому еще вернемся. Так вот, как стать хорошим рекламистом? Для начала мы должны понимать, что реклама дает огромные возможности для самореализации и огромные возможности для того, чтобы заработать много денег. Те, кто работает в этой сфере рекламы, никогда не применяют ее ни на что другое. Почему? Потому что есть две причины. Во-первых, это безумно интересно. Это безумно увлекательно. Это не конторская работа. С 10 до 18 сидеть и ничего не делать. Это не чиновничья скука. Это креатив, это порыв. Да, иногда это тяжело, но это безумно увлекательно. Это дело жизни на самом-то деле. Вот, это первая причина, что это увлекательно. Второе, что это денежно. И это на самом деле так. Ну, поверить в это очень просто, потому что мы видели, как буквально за несколько лет или даже быстрее раскручивались какие-то звезды шоу-бизнеса, раскручивались какие-то новые бренды. Что это значит? Это значит, что в их раскрутку были вложены немалые деньги. Многие из этих средств, конечно же, достались рекламистам. Поэтому профессия рекламы крайне перспективна и крайне увлекательна. И еще, о чем я уже начал говорить. В рекламе есть место всем. Итак, кем же вы можете стать в рекламе? Итак, первое. Видеореклама. Та реклама, которая идет по ТВ, которую вы, наверное, не очень смотрите, но это та реклама, которая идет в интернете, в блогах, в социальных сетях. Так сделать, чтобы скромный блогер стал звездой, это в наших силах. И это умеет делать рекламист. Потому что даже если не он стоит за камерой, он командует, как это сделать, как сделать образ. Понимаете, можно быть техническим сотрудником в видеопроизводстве, но то, как делать образ, то, как придумывать то, что понравится миллионам людей, это сфера реклама, без всякого сомнения. Второе. Если мы говорим про интернет, мы говорим про социальные сети, про наш с вами любимый Инстаграм, про любимый вами ТикТок, про новые какие-то вещи вроде Клабхауса. Что это значит? Это значит, что нужны люди для продвижения своих аккаунтов, люди для того, чтобы зажигали звезды в том же Инстаграме. Это все сфера рекламы. Третье. Чем еще занимается реклама? Если вы пройдете по улице, вы увидите огромное количество визуальных изображений, вы увидите огромное количество того, что называется на нашем языке наружная реклама. Наружная реклама может кому-то показаться, что она проигрывает сегодня в интернете, ничего подобного. Это очень мощно, это очень интересно. Придумывать что-то такое, что вписывается в интерьеры города, придумывать что-то такое, что привлекает внимание. То есть быть специалистом в сфере наружной рекламы, это просто замечательно. Четвертое. Можно работать в сфере маркетинга. Маркетинг, а слово маркет, рынок, это то, что связано с организацией продаж. Это то, что связано с продвижением. Это просто удивительная задача взять какой-то до этого нераскрученный бренд, взять какой-то новый товар и вывести его на рынок. Это тоже наша с вами сфера. Это тоже сфера маркетинга. Ну и наконец, пятое, что многих привлекает. Можно быть свободным креатором. Креатив, творчество. Это та вещь, которая сугубо индивидуальная. Если вы сможете придумывать рекламные слоганы, то есть вот эти призывы. Если вы сможете придумывать сценарий, то по вашим сценариям будут сниматься уже видеоролики или может быть целые фильмы. Взять что-то, что до вас не было, откуда-то не отсюда, соединиться с космосом и это облечь в ту форму, которая будет блестеть, которая будет востребована. Это удивительно. Это просто чудо рекламы, с которым, когда сталкиваешься, на самом деле удивляешься. И еще раз повторю, за это все платят деньги и очень хорошие деньги, между прочим. Но осталось только научиться всему этому. А как этому научиться? Ну, например, прийти к нам в РГСУ, факультет коммуникативного менеджмента. Сделать шаг вместе с нами. Поверьте, мы умеем направлять эти шаги. И среди тех, кто учился у нас, а сейчас работает, зарабатывает, блестит, сверкает. Безусловно, этих свидетельств много. Увидимся. Дорогие друзья, очень короткая инструкция, как работать со своим телефоном, чтобы он превратился в прекрасную камеру, которая дает чудесные снимки. Все мы фотографируем на телефон, и я фотографирую на телефон. И если раньше я ездил за границу с огромной камерой, которая весила 4 килограмма, и мне казалось, что иначе я не смогу сделать хорошее фото, то сейчас совершенно спокойно хороший смартфон делает снимки вполне сопоставимые с тем, что делает большая камера. Поэтому несколько слов о том, как это делается. При этом на большую камеру мы научим вас совершенно спокойно снимать, когда вы придете к нам учиться на факультет. А сейчас несколько слов о том, как использовать именно камеру телефона. Есть два ограничения, с которыми надо сродниться, и две возможности, которые дает нам телефонная камера. Первое ограничение связано с тем, что телефонная камера имеет очень маленькое фокусное расстояние, а это значит, что она искажает перспективу. Поэтому, если вы будете снимать на телефонную камеру портрет очень близко, то у вас, скорее всего, получится что-то вот такое. Или вот такое. Для того, чтобы этого не получалось, постарайтесь держать дистанцию, и тогда у вас, в общем, все получится достаточно хорошо. Вторая проблема телефонной камеры, если вы хотите, например, снимать репортаж, это то, что у нее непредсказуемо медленный затвор. Поэтому электронный затвор, когда вы нажимаете на кнопочку, отрабатывает так, подумал и в какой-то непредсказуемый момент щелкнул. Понятно, что в результате у вас получится нечто вот такое или вот такое. Поэтому, если вам нужно делать репортажи, если вы хотите отражать какие-то мероприятия, то все-таки вам придется иметь дело либо с зеркальной камерой, либо с камерой, которой сейчас уже много, достаточно интересных беззеркалок, и всему этому можно научиться у нас на факультете. Но, с другой стороны, у камеры телефона есть два замечательных отличия в положительную сторону. Первое отличие в положительную сторону – это то, что телефон гораздо легче, чем ваша огромная камера, с которой вы можете ходить на репортаж. Да, она умеет немножко меньше, чем эта замечательная техника, но это компенсируется тем, что вы можете достать ее из кармана пиджака в любой момент и в любой момент использовать. И второе замечательное достоинство любого телефона с хотя бы средненькой камерой – это то, что можно прямо здесь обработать ваши снимки и прямо здесь выложить их в сеть или послать в свою редакцию, если вы, например, на первом курсе у нас работаете в какой-то из редакций нашего факультета. Поэтому, если сопоставлять те минусы и те плюсы, которые получаются у нас, когда мы используем камеру телефона, то плюсы, я так думаю, что, безусловно, превалируют, за исключением некоторых редких случаев, когда вам действительно нужна вот такая тяжелая камера вот с таким огромным объективом. А теперь достаем телефон и начинаем снимать. И мы должны сделать так, чтобы ваши кадры получились не хуже, а, возможно, лучше, чем те кадры, которые получаются на большую камеру. И это связано прежде всего не с вашими вариантами обработки, а прежде всего с той композицией, которая имеет ваши снимки. Потому что снимает, как мы понимаем, не камеры, снимает фотограф. Поэтому качество ваших снимков будет зависеть от того, насколько красивую композицию вы увидите. А для начала несколько простых законов появления этой самой красивой композиции. Закон номер один. Выделяйте объект на съемке. Есть огромное количество самых разных кадров, в которых совершенно непонятно, что конкретно там снималось. То ли толпу друзей, то ли кучу мусора под названием натюрморт, то ли еще что-то такое совершенно, в общем, непонятное. Поэтому первое, что нужно сделать, это показать, что или кто является вашим главным героем. Как можно выделить главного героя? Не важно, это человек или объект. Первый способ выделения – это выделение цветом. Например, вот так. Или, например, вот так. Или, например, вот так. Вы выделяете цветом объект цвет контрастный. И мы понимаем, что вот эти вот замечательные желтые дети, неважно, утята это или маленький мальчик, это и есть те самые главные объекты, ради которых все снималось. Все остальное является фоном, потому что есть цветовой контраст. Или, например, вот эта замечательная маленькая-маленькая красная девушка на зеленом фоне. Мы понимаем, что если бы у нее было платье серое или зеленое, то девушки на этом кадре не было бы. Что часто бывает, честно скажем, на наших снимках где-нибудь в социальных сетях. Потому что мы не задумываемся, как контрастом, цветовым контрастом отделить фигуру от фона. Чем еще можно отделить фигуру от фона? Ну, конечно, светом, экспозицией. Поэтому, если ваш главный герой освещен иначе, чем фон, то он сразу воспринимается как нечто от фона отдельное. Как, например, вот на этом кадре. Или, например, вот на этом кадре, где очень хорошо видны контуры главных героев. Или, например, вот на этом кадре, где мальчик, он в потоке света. И мы видим, что не просто он чем-то отделен от фона, а что этот свет падает на него и падает совершенно не зря. Он такой экзистенциальный свет. Причем обратите внимание, что фигура от фона может отделяться не только тогда, когда она освещена ярче, чем фон. Фигура от фона может отделяться и тогда, когда она освещена темнее. Как, например, вот на этом фото, где движущиеся фигуры мальчиков, они четко отделяются от фона именно тем, что они темнее. Или, например, вот эта классическая история, которую, ну, только ленивый, наверное, не снимал, когда у нас есть явно светлый вечерний фон и силуэт на этом явно светлом вечернем фоне, который не очень понятно, что там внутри силуэта, но силуэт виден четко. И, наконец, последний способ отделить фигуру от фона – это отделение резкостью. Потому что традиционная история, когда мы делаем объект резким на размытом фоне. Когда вы будете учиться у нас на факультете, вы освоите как минимум шесть разных способов размывать фон на художественной фотографии. Но, по большому счету, сейчас нужно знать главное. Если вы делаете фон размытым, а свой объект более или менее резким, то объект у вас четко видно, что он отделяется от фона. Или вот так. Или, например, вот так. Правило номер два. Очищайте фигуру от паразитов. Вы отделили фигуру от фона. Вы отделили главного героя, который будет у вас в кадре. Теперь вам надо сделать так, чтобы этому главному герою никто не мешал. Давайте сейчас просто посмотрим, как бывает, когда вы об этом не задумываетесь. А бывает вот так. Или вот так. Или вот так. Поэтому, когда вы снимаете свой объект, вам нужно думать не только о том, с каким выражением лица этот объект находится, ну и что у него за спиной, чтобы у него, например, не выросли рога, или чтобы на голову ему не сел самолет. Правило номер три. Одно из самых главных композиционных правил звучит так. Уводите фигуру от центра. Когда я стою вот так, то ощущение, что я пуп земли, ну, либо я сейчас снимаюсь на паспорт. Поэтому самое простое, что вы можете сделать, это слегка сдвинуть свой объект относительно центра кадра. И у вас получается вот такой вариант. Или вот такой вариант. И эти варианты называются ведущий глаз. Потому что совсем немножко, если подвинуть этого человека к центру, да, и еще одно паспортное фото. А сейчас у вас вполне известная фотография, которая обошла огромное количество международных конкурсов. Еще один способ увести фигуру от центра, это сдвинуть ее на линию третей. Правило третей, наверное, самое известное правило фотографии. Изображается это следующим образом. Мы делим фотографию на три части по горизонтали и делим ее на три части по вертикали. В результате у нас получаются точки пересечения и сами линии, на которых должны находиться объекты. Это немножко связано с правилом золотого сечения, но связано нелинейно, поэтому про сложные вещи типа золотого сечения сейчас мы с вами говорить не будем. Но тем не менее, да, если поставить, например, убрать из центра ваш главный объект и поставить его на вертикальную линию, или разделить горизонтальными линиями, то получаются уже вполне себе красивые, профессиональные, очень качественные фотографии. Правило номер четыре. Оно звучит так. Дайте пространство движению. То есть, если у вас в кадре есть движение и объект, который вы уже поступили по-умному и сместили относительно центра, то объект должен двигаться не к краю, ближнему краю, а ближе к центру, потому что там у него свободное пространство. И если вы вот так вот обрежете, и объект у вас будет двигаться к ближнему краю, то ощущение, что слегка поехало зрение или поехала вообще голова у зрителя. А вот если вы отодвинете это все от центра и он будет двигаться в сторону открытого пространства, то, собственно говоря, вы получите вот эту свободу, легкость и качественная фотография. И наконец, пятое правило. Оно звучит следующим образом. Ищите контраст. Причем контраст не обязательно черного с белым, или там яркого и туского. Об этом мы говорили, когда говорили, как надо выделять фигуру на фоне. Ищите содержательный контраст. И тогда ваша фотография приобретет динамику. Содержательный контраст может быть по возрасту. Содержательный контраст может быть между теплой человеческой кожей и железной проволокой. Содержательный контраст может быть Дальше, дальше, дальше. Вот, отлично. И содержательный контраст может быть между теми действиями, которыми занимаются главные герои у вас в кадре. Если вы нашли хороший содержательный контраст, то как минимум эта фотография получит у вас динамику. А если вы будете соблюдать еще те 4 правила, которые мы с вами уже сейчас обозначили, то у вас получится прекрасное фото. На самом деле я немножко схалтурил. Потому что правил композиции мы выделяем ровно 10. А мы с вами поговорили про 5. Но, во-первых, у нас сегодня не очень много времени. А, во-вторых, у вас есть прекрасная возможность дослушать про остальные 5 правил, когда вы придете в воскресенье к нам на День открытых дверей, который, еще раз напоминаю, будет в Москве по адресу Вильгельма Пика 4. Мы ждем вас. Мы рады будем вас увидеть. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!